итак всем привет дорогие друзья с вами я орехова дина и канал неизвестный ваншуй сегодня мы продолжаем тем пяти элементов секреты пяти элементов как зная их зная свой тип элемента эффективно похудеть тема похудения сегодня достаточно актуально уже достаточно много все написано продолжает писаться продолжает разрабатываться новые средства пилюльки бады и так далее да но тем не менее по моему из года в год эта проблема стоит более актуальнее и я наблюдаю что вокруг меня на сегодняшний момент количество людей с лишним весом стало гораздо больше или по крайней мере об этом достаточно много везде говорят и ни одна никогда я не видела что какая-либо диета учитывала индивидуальные особенности человека в частности например какому типу человека относятся вот в восточной медицине и диетологии все строится как и в китайской метафизике все строится на пяти элементах то есть дерево огонь земля металл и вода и вот эти пять элементов это сокровищница секретов секретиков секретищей да это не знаю как сказать зная которые можете понять суть очень многих вещей в том числе причину вашего лишнего веса соответственно когда мы убираем причина у нас проблема уходит на второй план мы уже с вами говорили о элементе дерева о женщине деревом уже говорили с вами о женщине огонь и сегодня нашла очередь о том как же справляться с лишним весом женщине земля вообще кто такая земля в китайской метафизике и вообще как выглядят в общем-то женщина типа земля тип земля это тип матери то есть не зря говорят земля мать наша да вот земля матушка и так далее да это очень заботливые люди это люди которые всегда хотят тебя поддержать всегда тебе хотят чем-то помочь они достаточно дипломатично от этих людей вы никогда не услышите свой адрес какие-то колкости какие-то язвительность какую-то они наоборот будут оберегать вас от всевозможных вот этих каких-то психических эмоциональных каких-то вот воздействий будут очень очень корректны и узнать их можно например по очень такой простой примете если вы например долго где-то едете вот в электричке да обычно люди не очень общаются то вот именно женщина земля если вы заведете с ней разговор она расскажет вам обо всем о себе что у нее на работе что у нее дома что у нее с мужем что у нее с детьми там купили хомячка завели собачку ребенок сказал первое слово и так далее да они такие более более открытые людям в отличие например от других типов женщин да вот например от элемента огонь огонь вы никогда не выпадаете ничего если он сам не захочет что-то вам сказать это люди такие более медленные если мы говорили помните об огне то они такие яркие энергичные быстрые динамичные да потому что это огонь быстро развивается а земля не такие более медлительные не торопливые да поспешайте не спеша это вот как раз относятся к элементу земля внешне эти люди никогда не будут худенькими вот осиная талия если вы вот в темя шли себе в голову что 90 60 90 это вот ваш эталон красоты и если вы относитесь к элементу земля то у вас вот такого ну просто никогда не получится это не одно и то же с элементом земля они более округлые они в средней части вот у них обязательно присутствует вот такая да некая полнота то есть вот такая крепость такая да вот не более такие крепыши эти люди элемента земля соответственно самый уязвимый орган у этих людей это селезенка и желудок органы земли смотрите если эти органы самые уязвимые то соответственно что влияет на их полноту прям вытекает сразу же да прям что вы что влияет влияет то что мы едим это раз и второе это когда мы едим очень мало людей обращает на это внимание что мы едим и когда мы едим потому что еда еде рознь особенно если у нас мы говорим важный орган селезенка и желудок и для этих органов очень важно что самое первое какая еда попадает в организм например в начале дня сейчас очень активно муссируют и продвигают кисломолочные продукты во всех диетах это одна из основных составляющих плюс например всевозможные цитрусовые тоже одна из составляющих очень многих диет и если женщина земля будет именно эту диету поддерживает и рекламу слушать и именно с утра поедать вот эти все кисломолочные продукты у нее эти проблемы с лишним весом усугубятся плюс добавятся всевозможные другие почему очень важно что мы едим с утра и вот именно какую пищу мы едим с утра одни из вот этих важных органов селезенка и желудок они начинают свою работу селезенка с 7 до 9 желудок с 9 до 10 утра и поэтому очень важно чтобы в это время к нам не попадали вот эти кислые продукты и холодные продукты что происходит желудок и селезенка они как бы понимаете скукоживаются то есть вот попадание первого вот этих кислых продуктов они как бы парализуют работу желудка и селезенки он встает вот такой-то весь скукоженный плохо работающий как парализованный соответственно следующая еда которая попадает может ли она в таком желудке вот в таком непонятном вот таком вот сморщенном виде сможет ли она впоследствии хорошо перевариваться вот сами себе задайте этот вопрос желудок и селезенка любят совершенно другую еду они любят еду теплую теплую приготовленную из теплых продуктов и желательно продуктов элемента земля которая сразу же с самого утра включает в их работу в правильном направлении что же это за еда это еда вареные каши очень мало людей сейчас едят каши у нас каши ушли на второй план щида каша пища наша это вот во многих культурах присутствует такая фраза тем не менее сейчас культура еды даже больше культура потребления изменяет многие наши привычки и соответственно мы даже не задумываемся над этим когда встает вопрос о том как сбросить лишний вес а именно вот с утра каши сваренные на молоке и конкретно каши это пшено рис и перловка это те целебные это те самые-самые-самые полезные крупы не хлопья а именно крупы которые дают нам силу энергию и те набор витаминов и микроэлементов которые нам нужны с самого утра ведь очень часто бывает съел и спать хочется почему мы же едим для чего для того чтобы получить энергию а не для того чтобы организм потом у нас свою энергию тратил на перерабатывание этой пищи именно продукты теплые продукты элемента земля дают нам вот эту силу и энергию так называемую ци вот эту энергию называют ци в восточной медицине и в китайской метафизике и соответственно время когда вы начинаете завтракать тоже очень важно чтобы желудок и селезенка в правильное время начали свою работу также очень важно для элемента земля чтобы у них все хорошо было в ротовой полости чтобы все зубки были на месте чтобы они правильно и пережевывали пищу 33 раза пережевать это как раз вот относится людям элементы земля не зря вот говорят мудрецы что еду мы должны пить а воду мы должны есть это как раз очень четко показывает то что нужно делать элементы земля обязательно и в общем то всем людям в частности обязательно следим и в том числе и за ртовой полостью что все зубки могли эту еду нам помогать пережевывать что будет если ничего не делать конечно многие могут отмахнуться сказать да ну все вот эти ваши рекомендации я вот вроде как люблю вот это я люблю вот это люблю вот это я совершенно вас не отговариваю пожалуйста у каждого человека есть право выбора кто-то выбирает здоровье с пониманием а кто-то выбирает просто диету и меня здоровье вот с пониманием это гораздо гораздо более понятнее раз да и плюс когда человек заботиться именно о себе а не о том чтобы просто что-то в него вложить съесть что-то здесь получаются совершенно другие результаты потому что очень часто между причиной и следствием проходит определенное время и мы очень часто даже не обращаем внимание на том что эта причина следственная связь того неправильного одного что мы когда-то привычки то что мы делали и продолжаем делать в течение многих своих лет жизни это является следствием вот тот же лишний вес следствием того что мы делали не так соответственно умным людям это просто будет галочка для размышления по наблюдению за собой и например за своими близкими и что же будет если ничего не делать соответственно если у нас нарушается работа желудка и селезенки соответственно да у нас будет нарушен процесс пищеварения это всевозможные запоры всевозможные диареи и так далее да если запор у нас опять же все откладывается шлаками токсинами в виде килограммов лишних и потом мы удивляемся где чего и как также появляются отеки это тоже плюс лишние килограммы и эти отеки убирать только мочегонными средствами это получается опять вы убираете только следствие а причина остается и вода продолжает 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 лишние накапливаться а достаточно вот этот крантик где-то закрутить чтобы лишние жидкости просто не попадала в наш организм это очень высокий уровень беспокойства появляется соответственно когда мы беспокоимся мы делаем из мухи слона это больше свойственно элементы земля больше беспокоимся больше заедаем опять же наращивая лишние килограммы и в поисках вот этого серотонина гормона удовольствия и в результате удовольствие какое-то немолетное мы получили в результате смотрим потом на себя в зеркало да в общем-то удовольствие от своего внешнего вида нас не всегда не всегда радует поэтому узнавайте себя понимаете себя и многие проблемы в том числе с лишним весом отойдут на второй план и ваша жизнь будет совершенно совершенно другой здоровый интересный и счастливый на сегодня все сегодня мы говорили об элементе земля в следующий раз в пятницу также в десять тридцать у нас будет разговор о том как похудеть женщине элемента металл это совершенно другая женщина совершенно у нее другие причины совершенно у нее другие подходы кстати очень интересно и за такими женщинами я очень часто наблюдаю фитнес клубах там таких женщин очень-очень много и так жду вас на следующей встрече с вами была я Дина Орехова и канал Неизвестный Хэншуй Всем пока-пока